В поселке Никитина. Сегодня зашел предприниматель на гору Голая. У него нет возможности там работать. Господин Золотухин закрыл проезд и все мотивировал. За 900 рублей в год оплаты животного мира они здесь хозяева данного участка. Начиная от горы Яунной и заканчивая Хасавиты, которые они просили нам до 20-го года сделать ремонт дороги. Что они сделали? Они закрыли полностью. И правильно тут сказали. 70% сегодня закрыто всего. Не развивается ничего. Посмотрите, сколько сегодня движения у Бенка, Керинжи, Майкоп. Вот знаете, приезжал водитель, я газ приобретали на мою велю, я ему дал квадроцикл, он проехал по поселку. Он приехал и говорит, ребят, вы что, 18 веке здесь живете? Заедите к нам. У нас асфальт. Все, сейчас идут раскопки особо охраняемых зон для того, чтобы передавать предпринимателям, чтобы там дальше развиваться. Мы здесь как в каком-то забитом круге. Нам должны везти сюда деньги. И я говорил, и не постесняюсь еще раз сказать, что Никитина может приносить больше 100 миллионов в бюджет поселку. И я не боюсь этих слов. Поэтому я, как говорится, с вами, я готов трудиться на благо данного района. Поэтому, еще раз, вам удачи в вашем нелегком деле. И мы с вами. И хотелось бы, чтобы, если карты здесь, пусть скажут по осветлению, как это все помочь вам дальше. Потому что то, что вы сделаете, вы опять придете в тупик. Все, спасибо. Безусловно, вы правы в том, что туристический потенциал у нашего района имеет место быть. Снято ограничение по пребыванию на маршруте. Это его слово. По какой дороге? Перевалка. Она не ремонтируется никак. Автобусы не ездят. Детский ладик не ездит. Давайте так. Дорога в ОПТ, она находится действительно в ОПТ. Но наличие дороги в ОПТ никак не связано с ее ремонтами. Это, значит, все, что касается зоны, где проходит дорога и так называемый инженерный коридор. Я не помню сейчас в метраже. По-моему, это 100 метров от Лобы. Могу ошибаться. Это в режиме ОПТ зона развития инженерной инфраструктуры, которая изначально предполагает наличие там дорог, газопроводов, электролиний и прочих дел. Да, конечно, при, если говорить о новом строительстве в ОПТ, любой инженерной коммуникации, то понадобится дополнительный документ в составе проекта. Это заключение, экспертное заключение по соответствию мероприятиям, проводимым, соответствующим экологическим требованиям и нормам в ОПТ. Но, поверьте, это абсолютно все решаемые вопросы, которые уже неоднократно, так сказать, были опробированы и проведены не только на нашей территории, но, в частности, если говорить о крае, то яркий пример – это Красная Поляна. Все, что было построено, это было построено в рамках экологических экспертиз, потому что там тоже в территориях ОПТ проходили дороги, проходили инженерные коммуникации. Вопрос с этой дорогой более сложный. Он сейчас разложился на дороге, которая внутри населенных пунктов, и это большинство протяженностей, которые есть на этом участке. И вот Алексей Игоревич готовится, здесь есть вопрос, он ответит на него. Они сейчас занимаются проектно-смертной документацией в части, касающейся подготовки, ремонта. Он скажет, где, в каких границах они эту работу проводят. Что касается участков между населенных пунктов, то, если память не изменяет, то это 1,7 километра или 1,9 и еще там 2 с чем-то. Значит, по этим участкам ситуация более сложная. Вы знаете, что и прокуратура рассматривает эти вопросы, вопросы принадлежности этих кусочков автомобильных дорог вне населенных пунктов. Мы с Минтрансом внесли, мы когда формировали индивидуальный план социально-экономического развития, мы внесли эти дороги, эту дорогу в индивидуальный план. И предварительно достигнута договоренность с Минтрансом, что мы в этом году планируем подобрать организацию, которая сделает нам предварительную планировку, профессиональную предварительную планировку, которая позволит определить хотя бы ориентировочные габариты участка строительства. Соответственно, лесникам эти габариты позволят определить ущерб, связанный с выковолкой и восстановлением лесов в границах соответствующих участков, которые потребуются для строительства. И тогда, когда у нас появятся предварительные данные, Минтранс еще раз будет рассматривать вопрос в рамках реализации индивидуального плана, в каком режиме, в какие сроки. И, соответственно, нам будут эти вопросы заданы, потому что проектированием, скорее всего, придется заниматься нам, это немалые деньги. Мы будем искать совместно с Министерством экономики, а именно он отвечает за реализацию объектов индивидуального плана. Будем искать решения по финансированию. Постараемся продвинуться в этом вопросе. А что касается текущего ремонта, Алексей Игоревич расскажет. Но это никак не проблема с точки зрения ОПТ. Да, есть дополнительные мероприятия, которые необходимо проводить. Но, как в свое время выразился министр, когда мы обсуждали этот вопрос, но ты же за то, чтобы у вас построили в соответствии с экологическими нормами и требованиями, а не изуродовали вам эту территорию при строительстве. Ну, наверное, трудно возражать по этим таких аргументам. Понятно, что дополнительные экспертизы – это дополнительные средства. Но, тем не менее, это же не говорит, что запрет. Невозможно. Возможно. Возможно, и подтверждением тому является построенная электролиния в ОПТ «Псебайский заказник». Построенная электрическая линия. Поэтому все это возможно сделать. Значит, что касается Герпигема. Еще немножко вернусь. Сейчас сформированы новые предложения по границам. Еще раз повторюсь. Будет какое-то время работа проводиться с компанией КНАУ, чтобы их вопросы разложить по полкам. И на следующем этапе, давайте мы в рамках рассмотрения попросим коллег приехать. Следующий этап – это публичное обсуждение. Вы знаете, на которых мы с вами будем иметь возможность задавать вопросы. И давайте попробуем их предварительно обсудить до. Я за такой подход. За такой подход и попрошу руководство министерства, чтобы до выхода на публичное обсуждение состоялись обсуждения. Пусть там в рамках советов, как вы сейчас предлагаете, с приглашением на эти сессии общественникам. И мы посмотрим и пообсуждаем эти вопросы. Пока четко понятно, что со стороны «Псебая» они не заходят границами в границы населенных пунктов. То есть границы населенного пункта, сформированные генпланом Псебайского городского поселения, остаются незыблемыми. Значит, еще раз повторю, что парк создается с условием интенсивной эксплуатации туристических маршрутов и их развития. Значит, Анатолий Витальевич присутствовал, когда мы обсуждали. Вот его было предложение сохранить дорогу по хребту. И мы слышали реакцию вице-губернатора, он сказал, конечно, это надо сделать. Это было обсуждаемо. То есть мы с вами понимаем, что и в крае понимают, поверьте, что туристический потенциал, который имеет хребет сегодня, его нужно сохранять и развивать. Вы знаете, что это и поручение президента, в котором он говорит, создавая ОПТ, делать их доступными для населения. То, что у нас есть проблемы с ПСИБАЕ, ну, к сожалению, да, есть такая проблема, ее все признают и более того, сейчас готово исправлять. В лице вице-губернатора, заместителя губернатора, который признает эти вопросы и готов включаться в эту работу. Поэтому давайте поэтапно будем двигаться. Обычно эти вопросы становятся актуальными и важными. Так вот, территории в результате создания ОПТ, территории не изымаются из хозяйственного оборота. Поэтому все виды деятельности, которые сегодня сохраняются на территории ОПТ, и в том числе в Сибайском заказнике, все арендованные сельхозучастки, все продолжают использоваться по назначению первоначальному для сельхозиспользования. Единственный ограничитель, который наступает, это один ограничитель. Если это была земля, выпас и сенокоз, категория, то она таковой останется на всю оставшуюся жизнь. Она никогда не превратится в пашню. И наоборот, если это на момент создания ОПТ была пашня, она пашня останется навсегда. Вот эти ограничения будут присутствовать. Но на хребте Герпигем, все вы знаете, пахотных земель нет, сенокоз и выпаса – это то традиционное использование, которое всегда было и планируется, безусловно, зафиксировать в качестве одного из основных видов использования. Это будет прописано, безусловно. Соответственно, признано всеми, в том числе и людьми, которые охраной окружающей среды занимаются, что именно эта хозяйственная деятельность – сенокошение, выпаса – она приводит к тому, что на протяжении многих лет хребет не зарастает, на нем сохраняется соответствующая растительность, которая в своей определенной части и представляет предметы охраны. И, собственно, вот этот вся комплекс и хозяйственной деятельности, прежде всего, он позволяет сохранить его в том уникальном виде, в каком его видят специалисты. Поэтому пока идем поэтапно. Вы не отвечаете, давайте вы ко мне придете в кабинет, и мы с вами по полкам разбужим эту ситуацию, прежде чем публично на сходах выступать с этим вопросом. Я уж поверьте, я уж поверьте, не от случая к случаю подхожу к этим проблемам, как вы, а постоянно в них погружу. Поэтому давайте вы меня туда не впутаете. Так вот, еще раз говорю, я знаю свое мнение, еще раз говорю, оно основано на документах, которые у меня тоже на руках, и я могу это с документами вам доказать, то, что Ясовский знает и другая вещь. У вас документы на руках, которые я подписывал. Общественное слушание, которое было согласовано с нами, а потом оно переиграно, с головы на ноги поставлено. Какая сейчас проблема? В чем проблема? Проблема вот той же дороги, извините. Это не относится к ОПТ, не имеет никаких под собой оснований обвинять, что там создана ОПТ, и с дорогой проблема. Это разные вещи. Значит, еще раз, я почему... Я уже пояснил сейчас. Себайский заказник, еще раз говорю, охотхозяйство, заповедник, и еще 16 уже ОПТ, Кизинчак, Кизилберг, Шахан и так далее. Сколько процентов от территории это занимает? Ну, а какое это имеет значение? Имеет значение, потому что в Минприроде, в том числе и в Казани, есть 10-12% от территории. Нет таких параметров. У нас, извините, 60 или 70%. Васильевич, нет таких параметров. Есть так. Почему именно Мостовское, именно Себай, таким образом, как говорится, вошел, я не знаю, в негатив? Давайте мы с вами исходить из того, что мы с вами имеем действительно уникальные природные ресурсы. Это колокольчик литвийской? Нет, это уникальный ландшафт, это уникальный хребет. Его надо сохранять, конечно, мы о чем и говорим. Это растительность, это многие факторы, которые изучает наука, и которые я вам сейчас не готов докладывать сход. Другой вопрос. Должно это делаться разумно? Безусловно. То, что ошибки там в УПТ Псебайске допущены, это все признали, и сейчас их исправляют. Ну, надо же, а на тот момент, когда мы об этом говорили, вы писали эти слова. Что вы сейчас предлагаете? Значит, я сейчас предлагаю, что ГРПЕМ, вот в тех размерах, Васовский говорит, его вот здесь на сходе, когда-то года полтора назад, уполномоченным избирали. Помните, Владимир Иванович, вас здесь по этому вопросу? Да, да. Вот, и поэтому вот та гектара, которая 1200 гектаров, это и то много для сохранения вот тех лютиков и цирочков Ледвинской. Это много. Я за то, чтобы сохранять природу, только от нее, поверьте мне. Но Шахан, извините, Кизинча, Кизилбек, вы Кизинчу сказали, когда его уже признали? Три года назад, а вы до сих пор говорите, что сейчас проект по его охране. Как это мешает жить? Как это мешает жить? А я в «Едвивый человек» и прочитал, что там запрещено и что там разрешено. И что? И как это мешает жить? А вы почитайте, вы увидите. Три года хребет Кизинча, УПТ, многие сидящие в зале этого понятия не имеют, и ездили туда 20 раз. Это как помешало жить? Да, так же как. А вот помешает там строить, а у меня ходоки один за другим идут и говорят, дай мне здесь земельный участок. Да никаких там земельных участков нельзя давать. А кто это вам сказал? Законодательство позволяет, если это не УПТ. Это ваша власть, вы можете запретить. Каким образом, Василий? Документы. Власть обязана вовлекать земельные участки в оборот. И все земельные участки общедоступные должны быть вовлечены в хозяйственный оборот и использоваться с налоговыми... Владимир Геннадьевич, я понял, его слышал. Вы услышите, еще раз говорю, ваше мнение, еще раз, нам известно. О, слушайте. Владимир Геннадьевич, надо с ними, как говорится, встречаться и слушать эти мнения другие. Уже не может быть 1200, потому что не вошла дедовая моя. Владимир Геннадьевич, это прекрасно понимаю. Уже не может быть 1200, потому что не вошла дедовая моя. Всего спасения. Уже будет больше. Поэтому то, что обсуждать нужно, абсолютно с вами согласен и поддерживаю. То, что Владимир Геннадьевич внес предложение в Совете обсудить, обязательно сделаем и позовем краевых представителей. Мы сделаем это. Почему бы это не сделать? Это нужно и правильно это делать. Чтобы ни одна деталь не ускользнула. Чтобы мы еще и еще раз высказали свои опасения и свои чаяния, которые должны быть учтены. Давайте это делать. Так, еще какие вопросы? А, Алексей, пожалуйста, давайте к вопросам вы поотвечаете. на ту часть, которая у вас здесь, да, подготовленная. Василий Ильич задал вопрос. Как организовано безопасное движение автотранспорта, скорой помощи пожарной автомашины по дороге перевалка Бурной-Никитина? У нас было подобное обращение в наш адрес. Мы сделали заявку на проектно-сметные работы по этой дороге с расчисткой водосбросных куветов. Сейчас будет у нас, при наличии смертной документации, мы уже будем строить планы на строительство, на проведение гравий, ну, всех этих строительных работ в этом году. Это, я думаю, что сейчас первый квартал мы по проектно-сметной документации, а второй квартал уже будем заходить с работы. Несколько мостов этих адремонтированных. Опять же, если эти мостовые сооружения попадают в границы населенных пунктов, да, это мы будем рассматривать. Будем заказывать проекты, смотреть, что можно, что хозяйственным способом делать, что можно, какие мероприятия провести. Если то, что не входит в границы населенных пунктов, ну, это еще вопрос пока открытый, будем еще и заниматься. Но скоро сегодня едет, если она упадет там, что бойки делают? Вы как глава. Они сегодня ездят, там я встречал скорую помощь, они останавливаются, говорят, я не могу проехать здесь. Я говорю, а ты обращаешься к кому-то? Никому. Ну, давайте, Василий, давайте конкретно эти опасные места посмотрим. Да, конечно, три опасных места сегодня. Это какие точки? А там, которые... Это точки, которые... Ручьи размыты, еще раз говорю, в прошлом году, два мостика. Вот, и дальше еще между Мятной поляной и ближе сюда к Бурному. Там просто проезда уже практически нет, обвалился полностью, этот самый... Ремонтировали его дважды, подсыпали, там одна труба вообще просто неживая. И пусть ширина этого проезда 2,10-2,20. Я еле-еле протискиваюсь. Это там, где размывало, да? Вот эти домики, да, да. Да, да, да. Поэтому эти места, которые мне надо сделать... Сельхоз производителями вопросов нет. Все продолжают использовать эту территорию. И напомню, что заказник-то сам, собственно, создан в 75-м году, по-моему, или в 76-м. И с того времени существует, и, в общем-то, не прекращалась там хозяйственная деятельность. Более свежая семилетняя история, это его зонирование и определение режима в использовании тех или иных зон. И при этом не возникло особых вопросов. Есть, конечно, неурегулированные руки этих проблем в следующем году. Мы, надеюсь, получим более корректную ситуацию с заказчиком. ...связанных с невозможностью движения по дорогам общего пользования в ОПТ. Эта редакция была изменена, и моей подписи там нет. Но и эта проблема уже решена. Вы помните, да, что изначально возник вопрос с дорогой в Киевске, Никитина. И было в административном порядке, по сути, не выполнялся режим заказника, но при этом никаких санкций не было. И был изменен закон Краснодарского края, который разблокировал эту проблему. Все. Да, это была юридическая... В нашей территории являются промышленники, сельское хозяйство, сфера обслуживания, транспорт и всевозможные услуги. И курорт и туризм занимают при наличии у нас действующих 58 объектов и 400 тысячах туристов, которые мы приняли за прошлый год, в экономике это занимает 1,8%. Понятно, что потенциал у этой отрасли есть. Понятно, почему это так. Почему 1,8%? Потому что мы не развивались как курортная территория традиционно раньше. Для нас это новая специализация, в отличие от того же побережья, скажем, от Ленжика, который мы привели. Поэтому, естественно, идет сейчас активное освоение территорий, доступных прежде всего. Это всегда так. Понятно, что есть какие-то перспективные новые территории, которые могут и должны осваиваться. Это вопрос времени, безусловно. И, наверное, конечно же, безусловно, у Никитина есть потенциал. Я не готов с вами спорить или подтверждать цифру 100 миллионов. Возможно, она и такая. Значит, понятно, что потенциально Никитина достаточно небольшая территория, которая может быть освоена с точки зрения наличия тех площадей, которые есть в этих населенных пунктах. Очевидно, что для развития инфраструктуры нужна, безусловно, и дорога, и, конечно же, и другие инженерные коммуникации, потому что надо вывозить сточные воды. Нужна чем больше рекреационная нагрузка на территорию, тем больше проблем санитарного, экологического состояния возникает. Это все надо решать комплексно, чтобы эта территория не стала приносить доходы и не умерла через несколько лет с точки зрения экологии. Поэтому все это должно быть комплексно, оцениваться, решаться. И, как я вам уже сказал, в дороге мы в этом году постараемся к середине года получить какую-то первичную информацию от профессионалов, дорожников, которые умеют и понимают строительство горных дорог, какую-то первичную информацию о возможной стоимости, о необходимых участках. Потому что, когда вы говорите как предпринимателя дороги, в вашем понимании это подсыпали, ямки убрали, осветлили, кюветы нарезали. Это правильно, да, с точки зрения предпринимателя. С точки зрения обеспечения безопасности глобально, да, и ответственности перспективной за эту дорогу, то это должна быть дорога общего пользования с соблюдением всех ГОСТов и стандартов, допущенная надзорными органами к ее эксплуатации.